Меня зовут Денис, я работаю компанией Svitec, юнит мой называется SportsData. Мы работаем с Kafka уже около года, работаем на платформе .Net. Опыт, который мы за это время накопили, этим опытом я бы хотел с вами поделиться сейчас. Будут какие-то сценарии, как мы их хендлим, будет немного демо кода. Это то, что рассказывал Мартин, я стараюсь показать на практике. Особенно вопросы по партишнам. У меня даже такая демка есть, сможем покрутить ее. Но перед этим я немного расскажу о бизнес-домене, в котором работает наш юнит, чем мы непосредственно занимаемся. Как вы знаете, компания Svitec, один из основных ее продуктов, это беттинговая платформа. Наш юнит, он отвечает за разработку API и стримов, спортивных ивентов и все, что касается спортивных ивентов. На самом деле документы, с которыми мы работаем, они как бы не просто там название ивентика, вставочки. Это довольно-таки объемные документы. И вот здесь на одной из анимаций можно будет посмотреть какой-то длинный такой скролл. Это информация про один ивент. Вот, вот, вот он. На самом деле средний размер документа, он достигает где-то 15 килобайт. То есть это в JSON. Документ про ивент, про его возможности исхода, вставки, коэффициенты и так далее. Такие объемы. В каждый момент времени мы предоставляем около 6 тысяч спортивных ивентов. Где-то около 70 тысяч сгруппированных вариантов ставок и где-то 500 тысяч, полмиллиона исходов. Это как раз варианты ставок, то, на что можно поставить. Вся эта информация, она не статична. То есть она не замерла во времени, а меняется в соответствии с тем, что происходит в спортивных играх, которые как бы идут. Это может быть футбольный матч, в футбольном матче забивают голы, я не знаю, в боксерском поединке. Кого-то могут отправить в нокаут, в хоккей могут накоставлять ключевому игроку. И все это влечет за собой изменения, например, счета, пересчет коэффициентов, либо какие-то исходы на игры становятся просто неактуальными. Все это нужно, важно процессить. Также вы знаете, что мы живем в неидеальном мире. И информация, фиды, которые предоставляют информацию с внешнего мира, они тоже могут присылать дубликаты, какой-то шум и прочее. Поэтому нам приходится работать с такой скоростью данных. Это около 1 миллиона сообщений в минуту, иногда больше на спайках. Это то, что приходится аккумулировать, собирать, разгребать и принимать решения, как эти ивенты где-то во внешнем мире, как они изменяют состояние наших документов и как мы должны генерировать андейты. Также знайте, что компания SBTEC работает с клиентами. У каждого клиента есть возможность сделать ставки более привлекательными, а также соответствовать регуляциям на тех рынках, на которых эти компании работают. Поэтому для каждого клиента мы предоставляем индивидуальный фид. То есть у каждого клиента свой фид данных, кастомизированный, оптимизированный для его нужд. И на данный момент наши сервисы, они запущены где-то примерно на 1 третью мощности. И уже мы генерируем около 9 тысяч ивентов, это в секунду. Общий трафик за день, который мы генерируем, это около 10 терабайт. Понятно, что с выходом на новые рынки, с заходом новых клиентов, эти цифры будут сейчас только расти. Так выглядит очень на хей-левеле наш флоу. Есть какие-то реальные события, они происходят в реальной жизни. Есть фиды, которые сбрасывают информацию. Есть какие-то менеджмент тулы, которые также корректируют эту информацию. Все это складывается начально. Данные, как сыры, складываются в кавку. Мы их процессим и публикуем апдейты в выходящий стрим. Выходящий стрим, он хорошо подходит под всевозможные микросервисные архитектуры. Микросервисы могут использовать кавку, то, о чем рассказывал Мартин. Используя офсеты, загружать стейл с нуля, либо с какого-то офсета. Также, благодаря отличному скейлу кавки, то, что Мартин показывал, то тысяч консюмеров. Или десять тысяч? Тысяча. Тысяча, тысяча. Я думаю, десять тысяч – это тоже не предел. Но на самом деле любой девелопер в нашем юнити может подключиться к реальному продакшн-стриму и вести как бы разработку фич, либо делать какой-то трэбл-шутинг. Это без проблем. Для кавки количество консюмеров не так важно. Также кавка нам помогает бороться с разными техническими челленджами. Ее возможности из коробки иметь очень высокую пропускную способность хорошо нам помогают. Так как нам приходится делать около real-time процессинг. Когда ивенты с внешнего мира приходят, заходят в кавку, мы таргетим около одной секунды на процессинг. То есть с момента, когда что-то произошло, и это попало к нам в систему, мы таргетим около секунды, чтобы генерировать соответствующие апдейты и положить его в фит. На самом деле времени у нас не так уж много. Можете представить ситуацию, когда кто-то где-то в спортбаре смотрит телевизор и на нативном приложении следит за счетом. Вот время отвода глаза от телевизора и до телефона – это наше время для того, чтобы отреагировать, прислать соответствующие апдейты. Еще бы желательно дать какой-то хэндикап для разработчиков нативки, чтобы они тоже успели что-то отрисовать. Многие наши компоненты – они stateful. Делать real-time какой-то процессинг без дата локалити, без state – очень сложно. Поэтому возможности кавки загружать state либо с нуля, либо загружать его с какого-то определенного момента во времени – это очень важная штука. И возможность кэлица предоставлять данные стримы для большого количества downstream сервисов, микросервисов – это также очень важно. Теперь ближе к прикладным каким-то вещам. Я покажу, как мы используем .NET клиент, какие есть трюки, истории файлов. На сегодняшний день стабильная версия кавка клиента – это 0.11.6. Но недавно, вот три дня назад, была выпущена какая-то бета, CI, что-то. И на самом деле сейчас рекомендация от разработчиков это драйвера состоит в том, что нужно использовать версию 1.0, даже несмотря на то, что это пока есть бета, нужно использовать ее. Интерфейс клиента отличается от того, что сейчас за релижен. Поэтому весь новый development, он как бы выглядит так. Сейчас будет демо. Я последовал этой рекомендацией. И все мои демо, они уже используют версию драйвера 1.0, бета-3. Давайте посмотрим на примеры. Примеры будут с продюсером, и примеры будут также с консюнером. Если будет что-то плохое видно, вы мне скажите, я сделаю побольше шрифт. Первый пример, который я хочу показать, это обычный продюсер. Так выглядит продюсер в новой версии. Есть какой-то билдер, можно указать реализаторы, можно его потом сбилдить и отправлять ивенты. Выглядит так логично. У нас есть какой-то producer-sync-метод. Завейтить его, подождать, посмотреть, как это работает. Продюсер мы будем такие вот объекты. Это ивент, у него есть ID тип, у него есть какие-то поля типа long. Примерно он занимает в формате message pack около 60 байт. И я сгенерировал около, я сгенерировал 5000, 5000 таких ивентов. Если мы это запустим, это приложение, то мы увидим. К сожалению, этот output не смогу сделать больше, но я озвучу цифру. Тут будет 6,7 секунд на то, чтобы запродюсить в Kafka 5000 ивентов. У меня поднято локально Kafka, это Docker, контейнер, наверное, не самый быстрый вариант, но тем не менее, 6 секунд. Можно ли сделать что-то быстрее? Ну, кажется, не очень впечатляюще. 5000 за такое время, за 7 почти секунд, наверное, многовато. У меня есть другой вариант, это Kafka Consumer, написанная в шарпе. Отличие данного консюмера в том, что он не пытается вейтить на каждой отправке. Он делает здесь wait all. То есть мы отправляем теперь уже 100 тысяч сообщений, но вейтим потом в конце. Давайте просто запустим, посмотрим, что же будет. Во время демо что-то обязательно должно пойти не так. Так, последняя попытка. Миллион, окей, давайте миллион запродюсим. Ну вот мы видели, что теперь это заняло 2 секунды. Почему это так работает? Kafka API под капотом на самом деле работает не совсем так. Когда мы вейтим каждый месседж, мы пытаемся получить какую-то гарантию того, что этот месседж был доставлен. Если же мы будем просто напихивать месседжи в Kafka, мы тут по аналогии как с вагончиками в метро. Можно взять пассажира, посадить одного пассажира в один вагончик и отправить его на следующую станцию. Либо можно подождать, пока этот вагончик заполнится и уехать по времени. В данном случае это второй кейс. Мы заполняем этот вагончик, делаем это как можно быстрее просто в обычном цикле и отправляем полные вагончики. Поэтому здесь миллион сообщений отправился на порядок быстрее, чем 5000 в предыдущем варианте. Так это работает. Здесь нужно быть предельно осторожным, потому что если вы будете наполнять эти вагончики слишком быстро, локальная очередь может переполниться. Ради эксперимента можно попробовать здесь поставить 600 тысяч, посмотреть, можем ли мы наполнить буфер так быстро. Я бы сказал, что это победа F-Sharp Raymap над кавкой, запущенной в локальном контейнере. Мы переполнили буфер, поэтому здесь нужно быть осторожным и хендлить возможные ошибки. Предыдущий способ, он хорош тем, что у вас очень прозрачный способ, как вы можете обработать ошибки. Если что-то вы вдруг не смогли записать кавку, вы получите об этом репорт. В данном случае проблема как бы немного усложняется, но зато scale, прирост, продюсинга вы видите на порядок выше. Следующий пример будет с консюмером. Здесь написано довольно-таки простой консюмер. Опять же, в новой версии используется билдер. Я могу сбилдить мой консюмер. Я могу указать сериализаторы, десериализаторы для ключей, для payload моего. Также в новом API появилась возможность получать информацию о end of offset. То есть, когда вы в кавке добегаете до конца и больше нет новых сообщений, сейчас вы просто из консюмера результата получаете end of partition и, соответственно, можете что-то делать. В данном случае я просто заканчиваю, заканчиваю выполнение. Давайте запустим консюмера. Посмотрим, за какое время консюмер сможет вычитать. Здесь у меня есть два топика. В каждом из топиков по полмиллиона сообщений. Получилось это сделать где-то за 11,3 секунды. При этом мы вычитали 1 миллион сообщений из двух топиков. В данном случае я засайнил на одного консюмера два топика. У меня есть всего лишь один консюмер, но при этом я вычитываю два топика. И эта вот простота, которая здесь кажется вот здесь, она на самом деле под капотом несет некую магию. Выглядит так, как будто кавка за один раз возвращает нам один месседж, но на самом деле это не так. Кавка делает буферизацию и под капотом месседжей там гораздо больше. Просто программная модель, она такая, вы вычитываете это однопоточно, вот так. Ну а ее здесь оптимизировано. Какой тут явный недостаток в этом подходе? Наверняка вас не будет устраивать тот факт, что вы однопоточно обрабатываете сообщения. Десериализация происходит однопоточно. Если вам что-то нужно делать, как-то реагировать, тут вариантов для скейла не так уж много. Я покажу вторую версию, более улучшенную. Вы же поняли, как это работает. Она будет на F-шарпе. Эта версия отличается тем, что для обработки сообщения я использую TPL Data Flow. Я использую консюмер, который работает просто с голыми байтами, но обязанность десериализовать и сложить буфер я возложил на TPL Data Flow. То есть здесь у меня будет определенный параллелизм, в данном случае в два потока. Я буду вычитывать данные в два потока, десериализовать их и складывать в буфер. Топики те же по 500 тысяч сообщений. Также здесь для примера будут как бы сражаться два подхода. В предыдущем экзампле был всего лишь один консюмер. Этот консюмер в один поток вычитывал сообщения. То есть он опрашивал кавку и из двух топиков пытался забрать как можно больше данных. В данном случае у меня есть варианты. Первый вариант использует один консюмер. Очень похоже на то, что было в предыдущем примере с C-шарпом, только цериализация будет происходить многопоточно. И второй вариант – это два консюмера, вот так они запущены, два потока. Здесь идет некий такой баланс между процессингом, сколько вы ресурсов в CPU отдаете для того, чтобы кавка вычитывала данные, отдавала их вам, сколько ресурсов вы балансируете, пытаетесь отдать на то, чтобы делать какую-то полезную работу. В данном случае просто заниматься десериализацией. Мы можем запустить это приложение, посмотреть, какой из этих подходов выиграет в данном случае. Версия с C-шарпом справилась за 11 секунд. Эта версия с одним консюмером справилась за 8 секунд. И версия, которая работала в два консюмера в двух разных потоках, справилась за 5 секунд. На самом деле нельзя дать рекомендацию однозначную. Все зависит от контекста. Все зависит от того, сколько у вас топиков, насколько эти топики интенсивные и так далее. Нельзя сказать, что один консюмер на один топик всегда вам принесет меньше latency и более быструю обработку. Мы путем экспериментов, бенчмарков пробовали, подбирали алгоритм, с помощью которого мы балансируем сами топики. То есть разделяем какие-то топики в одни консюмеры, какие-то топики в другие консюмеры. Также подбираем количество этих консюмеров. Здесь рекомендация только одна. Нужно пробовать, нужно делать бенчмарки. Все зависит от ситуации и от контекста. Поскольку обработка сообщений происходит довольно-таки быстро, кавка, клиент работает очень быстро и может предоставлять месседжи с огромной скоростью, рано или поздно мы столкнулись с проблемой, которая требует применения механизма бэк-прессера. То есть это ситуация, в которой сообщения приходят к нам гораздо быстрее, чем мы можем их обрабатывать. В нашем кейсе бэк-прессер это нежелательная ситуация, потому что мы зажаты слегка вот с двух сторон. С одной стороны, во время какой-нибудь футбольной игры мы не можем сказать там форварду, который выходит там один на один, типа остановись, подожди, мы тут еще не разобрали очередь с момента, когда ты угловой бил. У нас такой возможности нет. С другой стороны, когда пользователь делает какие-то ставки, мы не можем заморозить эти ставки, сказать вот эти ставки, возможно, не актуальны, потому что если в очереди не разобрано 100 тысяч сообщений, на самом деле мы не знаем, как эти сообщения повлияют на эти ставки. Поэтому ситуация крайне нежелательна, но все равно лучше иногда применить бэк-прессер, чем упасть там на какой-то больший период времени и не обслуживать аддеты вообще. Простота, с которой API предоставляет возможность поконсюмить месседжи, это буквально там while, true, loop, какой-нибудь с возможностью вычетки сообщений, на самом деле эта простота позволяет делать бэк-прессер очень легко. У нас в случае с TPL Data Flow можно ограничить bonded capacity, и на самом деле, когда теперь Data Flow говорит все, я больше не могу, мы можем просто подождать. Либо можно реализовать механизм load-shading, это когда месседжи просто как бы игнорируются. Но есть как бы еще одна возможность у Kafka поставить на паузу некоторые партишины. Можно вызвать этот pause, выбрать определенные партишины, которые временно мы можем не консюмить. Мы этого не делаем, но в случае с нашим бизнес-доменом мы бы могли, например, остановить вычетку каких-нибудь топиков, которые связаны с pre-life играми, то есть с играми, которые еще не начались, и отдать больше приоритета, предпочтение играм, которые в live. До момента, пока backpressure будет необходим. Такая возможность здесь есть. Дальше, то, о чем говорил Мартин. Каким образом можно реализовать паттерн, который называется, обычно в литературе его называют compete-consumer, так когда у вас лот на топик довольно-таки большой, вам нужны механизмы скейла. Любой топик состоит, как минимум всегда, из одного партишина, но при создании топика можно указать определенное количество партишинов, в данном случае на картинке 9. Это будет означать, что максимальное количество воркеров, на которые можно распараллелить работу, это 9. Больше нельзя. Можно запустить больше 10. Вот, как говорил Мартин, 10 не получит в свое распоряжение ни одного партишина, и не будет ничего, ничего не будет консумить. С точки зрения продюсера, есть несколько алгоритмов, которые позволяют разбрасывать данные по партишинам внутри одного топика. Эти алгоритмы можно видеть на слайде, я не буду на них детально останавливаться. Скажу только, что можно делать рандомный дистрибьюшн, то есть случайным образом раскидывать сообщения по партишинам, либо можно гарантировать доставку месседжей с одинаковым. ID всегда в один и тот же партишин. Такая возможность есть. Кроме того, у библиотеки, либо Rdcafka, у нативной библиотеки, у нее есть такое понятие, как кастомный партишинер. На сегодняшний момент эта штука не доступна для .NET клиента, но разработчики обещают, что они эту штуку добавят. Судя по формам, они планируют сделать такой вот метод, configure topic с callback, и в этот callback будет приходить конфигурация, будет приходить сам месседж, а на выходе этого callback должен быть какой-то int value, это будет номер, номер партишина. Но этого пока нет в source коде, это такой дизайн с этой стороны. Либо можно сделать такой poor man custom партишинер, и на самом деле такую возможность мы используем у нас на базе еще старого драйвера, можно то же самое сделать, примерно то же самое, высчитав этот партишин, имея какой-то ключ, месседж, и просто сказав одним из параметров, добавив в продюсер номер партишина. Таким образом можно раскидывать сообщение. Как это работает? Есть демо. Я не буду вдаваться в детали этого консюмера, он мало чем отличается от консюмера, который я показывал, покажу лишь только то, что здесь задана группа ID, это консюмер номер один, и есть консюмер номер два, у него группа ID точно такой же, он совпадает. Больше ничего для того, чтобы балансировать нагрузку, больше ничего не делал. Теперь мы запустим. Нет, нет. С левой стороны у меня будет Kafka producer, он слегка замедлен. Вот он, producer, месседжер. Здесь у меня консюмер два, и мы видим, что партишин, который он вычитывает, это номер один. Здесь у меня консюмер номер один, и он вычитывает партишин с номером ноль. Теперь, если я закрою, если я закрою консюмер два, должна произойти перебалансировка, и Kafka клиент перебалансирует и начнет с этого консюмера считывать о партишин. Таким образом, весь топик считывается сейчас с помощью одного консюмера. Если я снова запущу консюмер два, произойдет заново перебалансировка. При событии, когда происходит перебалансировка, вы можете указать, что вы хотите сделать. Либо начать вычитывать партишин в новом консюмере заново, как бы с офсета самого раннего, либо можете продолжать считывать с того офсета, который был сохранен на момент, когда работал второй консюмер. Так это работает. Еще раз повторю, мне для этого не пришлось сделать никаких манипуляций в коде. Kafka клиент сам это все делает. Еще один продукт компании Confluent, который мы используем, это схемы регистри. Схемы регистри используются для того, чтобы привести в соответствие продюсеров и консюмеров. На самом деле, схемы регистри позволяют нам добавить строгое версионирование и контракты, и привязать этот объект к топику. Это означает, что в топик вы сможете писать только те данные, которые соответствуют определенной схеме. Этим образом можно гарантировать, что продюсеры и консюмеры, если тем более ваши консюмеры, это какие-то клиенты, их много, они не будут поломаны. Схема регистри работает с реализацией в формате Avro. В качестве бэкэнда используется Kafka, то есть вся информация о схемах, она хранится в Kafka. У нее есть REST API, и также есть менеджмент UI, через который можно также менеджить схемы. Виды компатибилити, которые поддерживаются в схеме регистри, это backward, forward, либо full, который включает в себя и backward, и forward. Вы можете задать для вашего топика, что мои контракты в этом топике будут только backward compatible. Таким образом мы гарантируем то, что консюмеры смогут без каких-то крэшей, неожиданностей вычитать все сообщения в старой версии и в новой версии. Для backward compatibility важно иметь некоторые дефолтные value, то есть если у вас есть дефолт value, вы можете новым контрактом прочитать сообщения в старом контракте, в новом контракте. Ваш топик продолжает оставаться одинаковым, и он хранит в себе как в старой версии, так и в новой версии. Кроме того, Avro формат, это как бы кроссплатформенный формат, и с помощью схемы можно сгенерировать контракты для любого языка программирования, для любой платформы. Вот это достаточно удобно, но, да, так выглядит UI-ка, но есть и определенная цена. Во-первых, это дополнительный компонент, который нужно поддерживать. Во-вторых, для .NET реализация, работа с самими контрактами, она как бы немного желает лучшего. Это код, который автосгенерированный, либо вы можете написать точно такой же код руками, но в любом случае вам его придется поддерживать. Также в Avro отсутствует некоторое встроенное типо данных, например, daytime, поэтому, скорее всего, если вы хотите поддерживать какие-то модели, домен модели, вам придется написать маппер, либо работать вот с такими контрактами, либо использовать подход схема first, то есть сначала вы берете схему, на базе этой схемы генерируете какие-то контракты, ну, соответственно, вам придется делать какую-то автоматизацию, какие-то билд задачи, которые будут генерировать для вас эти контракты, то есть сделать какую-то магию, код будет писаться за вас. Поэтому в тех случаях, когда мы можем не использовать Avro, мы его не используем. Например, для каких-то in-house stream-off мы используем message pack, он требует гораздо меньше overheadа. По сути, для контракта всего лишь необходимы необходимые атрибутики, просто с позицией этого элемента. Также message pack является кросс-платформенным, достаточно быстрый. Если сравнивать даже с Avro, на нашем датасетах, то он работает гораздо быстрее. Поэтому для in-house stream-off используем message pack. И как финальный рецепт highload'а и обслуживания миллионов апдейтов в не-real-time'е от UnitasportsData. Как рецепт, это как бы Kafka, с обстроенным из коробки механизмом для большого throw-output'а. Это механизмы для эффективного consumption'а. То есть мы создаем либо multiple consumers, используем такие библиотеки, как теперь Dataflow, смотрим на netpipes, либо на быстрые actor-modules, для того, чтобы параллель обрабатывать message'ы. Для scale'а используются consumer-group'ы и partition'ы. Также очень важно использовать быстрые сериализаторы и десериализаторы, потому что, когда ваш код уже оптимизирован, следующее, с чем вы столкнетесь, что вы видите в профайлере, это сериализация. И поскольку мы работаем с платформой .NET, то для не-real-time processing'а мы делаем очень много микрооптимизаций. Микрооптимизаций в коде, но это уже отдельная история, которую мы можем рассказать на следующих встречах. На самом деле, у меня все. Есть какие-то вопросы, готов ответить. А вот эти примеры, которые вы уже видели, их где-то можно скачать и подыкать? Я думаю, мы выложим, да, можно будет скачать. А можно еще то, что на M-sharp игре писать на C-sharp? Я не знаю, если шарп так хорошо. Боюсь, что нет. Там примеры будут работать, если у тебя локальная карта будет. Еще вопросы? А вот вопрос по схемам. Я правильно понимаю, что на один топик мы можем только четко одну схему, да? Санять? На один топик останется одна схема, да? Откуда возникает вопрос? Вот, допустим, у меня платежная транзакция, да, и взамен на ивенты по платежной транзакции. То есть, у меня, грубо говоря, топик – это события платежной транзакции. Но каждое событие, оно имеет свой набор атрибутов. Ну, естественно, допустим, транзакция создана, там у меня какой первый набор атрибутов, да, от кого, какой запрошенный, какое запрошенное, и так далее. Дальше там транзакция оплачена, там другой набор атрибутов. То есть, как это свести к одной семье? То есть, это просто налогов поляк все время? Я думаю, это больше вопрос дизайна. Что меня интересует последовательность. То есть, транзакция – это агрегат, да, то есть, в разрезе этого агрегата происходит обороны последовательные. Мне, допустим, у консюмера надо на них их последовательно обрабатывать. Но при этом я хочу иметь типизированные события, то есть, как бы не какую-то ДТУ по-абстрактную, которая там на все случаи жизни, то есть, а потом при дистриализации получать вот четкий тип, четкий тип событий. Я боюсь, что вам здесь схема не поможет. Она имеет ряд ограничений, например, вот есть ограничения при работе с эналами. На самом деле, я думаю, вам здесь это не поможет. Либо можно использовать. понимать, а кто-то дистриализовать его. Я думаю, что, если наследие, можно решить это и пооборот. Ну, то есть, определить один сверхтип, ну, транзакт. Ну, я... я думаю, что вы можете, если бы вы использовали C-Sharp, использовать Discriminated Union и указать конкретно, что это за транзакция. Но боюсь, что... события транзакции. Так, если у вас есть события, они могут быть разного типа. Вы можете явно задать, перечислить все варианты ваших транзакций. Это будет один тип. Такую штуку вы сможете получить ее схему, сможете... Но вряд ли вы ее сможете версионировать в плане того, что у вас получится Backward или Full Compatibility. Думаю, что нет. Если у вас Non-Compatibility, то вы потеряете контроль типа. Окей. Да. А еще, получается, у вас шашка используется нам реально? Или это просто примеры на нем были? То есть, или какие-то части вот ты видишь нам на Fsharp? Fsharp используется реально. Я думаю, что это где-то 50% кода. В основном бизнес-логика, очень мало инфраструктур. То есть, инфраструктура обычно C-sharp, бизнес-логика Fsharp. В данном случае инфраструктура немного была тоже на Fsharp, но это для того, чтобы просто показать лаконичность языка. Еще вопросы? Вы публиковали изменения адрес-схемы, а что это за программа? То есть, чем вы ее использовали? Какая-то сторона? Это там, где режим совместимости выбирался, контейнер. На самом деле, это тоже поднято в докер-контейнере. Это стандартная UI, как схема регистри. Это топики, к которым привязаны схемы. Это непосредственно сама схема. Это конфигурация для данного топика. Здесь можно выбрать режим компатибилити. Выбираете и продюсер, когда будет пытаться записать какие-то данные в топике, первым делом, что он сделает? Он проверит тот документ, который вы пытаетесь записать, соответствует ли он схеме, и если он попадает под какую-то из версий, то он запишется. Если нет, вы получите ошибку, что нарушаете принципы backward или forward compatibility. Но при этом вы гарантируете, что ваши консюмеры не сломаются.